Андрей Колесников, Знание сжато Закончу рассказ о книге Ледяной человек Сверхвозможности вашего организма Вим Хофф А по-английски называется The Way of the Iceman Чтобы помочь вам Начать принимать холодный душ И выполнять дыхательные упражнения Приведу несколько примеров того На что становится способен Человек, когда проявляет Незарядную силу воли Также рассмотрим Что такое вегетативная нервная система Какие биологические механизмы Лежат в основе эффективности методов Вима Хоффа Что такое боль И как работают болевые рецепторы Кому можно рекомендовать метод Вима Хоффа И разберем В конце месячную программу Тренировок Вим Хофф пробежал марафон По Северному полярному кругу В возрасте 50 лет Данный опыт Стал самым сложным Его жизнь Температура воздуха Равнялась минус 16 градусов по Цельсию Он пробежал всю дистанцию В одних шортах И в сандалиях Хофф пошел на это Чтобы убедиться Убедиться где И увидеть где находится предел Его физических возможностей Вся подготовка Хоффа Сводилась к дополнительным Дыхательным упражнениям И тренировкам на холоде Зимой он плавал по каналам Амстердама А чтобы привыкнуть К экстремальным полярным условиям Тренировался на складе Месоперерабатывающего завода При температуре минус 25 градусов За день до марафона Вим еще раз подверг себя воздействию холода Поплавал подо льдом В замерзшем озере Пульс, давление, уровень кислорода В крови Вима После этого купания Ничуть не изменился В итоге Хофф за 5 часов и 25 минут Смог пройти марафон По Северному полярному кругу В экстремальных условиях Имея из одежды лишь шорты и сандалии Через некоторое время Он решил максимально быстро Подняться на гору Килиманджаро Это самая высокая гора в Африке Высота 5 895 метров Тренированные скаловазы Обычно доходят за вершины за 6 дней Чтобы усложнить задачу Хофф решил взобраться на Килиманджаро За 48 часов И в сопровождении группы Из 26 человек С минимум одежды Так он хотел продемонстрировать Что каждый из нас Вполне способен совершить То, что порой кажется невозможным Он разбил всех на пары Каждый должен был присматривать за напарником В частности необходимо было следить за тем Чтобы тот не переставал правильно дышать Всем следовало глубоко вдыхать А затем медленно и спокойно выдыхать 24 человека из 26 достигли высоты 5 895 метров Высочайшей точке Килиманджаро Температура воздуха на этой высоте Уже упала до минус 15 Среди участников экспедиции Были люди с тяжелыми болезнями Рассеянный склероз Рак простаты Ревматизм Болезнь Крона Все эти люди Дошли до вершины Килиманджаро В 2015 году Хофф вновь поднялся на Килиманджаро Вместе с новой группой На этот раз он поставил перед собой цель Дойти до вершины за 36 часов И 15 из 19 участников восхождения Успешно дошли до самого верха И на них опять было минимум одежды Рассмотрим побочные приятные эффекты метода Вимахов Людей, использующих МВЭх Стали лучше высыпаться Начали больше гулять Активнее заниматься спортом Последовательные полюбили ходить босиком Стали меньше есть Кто-то научился задерживать дыхание на 2,5 минуты И за это время успевал сделать 60 отжиманий Многие стали более серьезно относиться к своему питанию Сам Хофф ест очень мало Он не всегда завтракает и вообще не обедает Он ест только по вечерам Но при этом ни в чем себе не отказывает Принцип питания Вимахов Можно выразить одним простым правилом Принимайте пищу во время 1-5 часового промежутка в день И не больше Это метод питания Быстрой 5-часовой диеты Такой режим питания Приучает тело использовать в качестве основного источника энергии Не глюкозу, а жир Эта идея также перекликается с выработкой в организме бурого жира Во время холодных водных процедур Ведь важно не только то, что мы едим Но и то, как часто Как правило, другие крупные млекопитающие Принимают пищу всего один раз в день Поэтому они очень редко страдают от излишнего веса Диабета, рака, сердечно-сосудистых заболеваний Человек тоже является крупным млекопитающим Поэтому мы не приспособлены для приема пищи в течение всего дня Быстрая 5-часовая диета Не накладывает на вас никаких ограничений По количеству потребляемых калорий Просто через некоторое время Вы сами начнете есть меньше Вот почему важно потреблять в первую очередь Высококалорийные продукты Сочинайте мясо, рыбу, курицу с овощами, фруктами Чтобы достичь большего разнообразия Вы заметите, что ваш организм сам привыкнет к такой упрощенной диете И использует для выработки энергии больше жира и меньше глюкозы При этом вы будете терять примерно по 300 грамм веса в неделю Итак, я рассказал вам о методе Вима Хоффа И связи между дыханием, холодом и преодолением себя Теперь давайте узнаем, что об этом говорит наука Познакомимся с исследованием МВХ, проведенных в медицинском центре университета святого Радбога Вим Хофф говорил Я тоже ученый И моя лаборатория Это мое тело В 2011 году медицинский центр университета святого Радбога Начал масштабное исследование Вима Хоффа И его метода Вообще, вегетативную нервную систему Также называют автономной Автономной, поскольку она работает Сама по себе Без вашего участия Современная медицина считает Что человек не способен оказывать влияние ни на свою иммунную Ни на вегетативную нервную систему Вим Хофф не согласен с этими утверждениями Чтобы узнать, насколько сильно он может контролировать свою иммунную систему Исследователи ввели в его организм эндотоксин Вредное вещество, содержащееся в клетках различных бактерий Помимо Хоффа, инъекцию эндотоксина Также ввели контроль на группе из 12 человек В результате соответствующей реакции Их иммунная система У испытуемых начали симптомы ОРВИ Повышение температуры, озноб, головные боли Но Хофф продолжал выполнять свои дыхательные упражнения И к удивлению У него не было выливано никаких симптомов Его организм оказался прекрасно готов к инъекции эндотоксина Изучив результаты анализов крови Хоффа Ученые выявили повышенную активность его симпатической нервной системы Уровень адреналина в его организме стал более высоким, чем до инъекции Количество воспалительных белков значительно меньше, чем у участников контрольной группы Но при этом по сравнению с ними у Вима выработалось больше защитного гормона кортизола Данный эксперимент продемонстрирован Господствующее в современной медицине утверждение, что Человек не способен контролировать свою иммунную и вегетативную нервную систему Уже не соответствует действительности Ну, по крайней мере, в случае Вима Хоффа В 2013 году исследователи решили провести еще один эксперимент 24 здоровых молодых людей разделили на две группы Одна в течение недели тренировалась по методу Вима Хоффа А вторая не тренировалась Затем всем испытуемым ввели инъекцию эндотоксина И у большинства участников эксперимента, не занимавшиеся по МВХ, поднялась температура Те же, кто выполнял упражнения по методу Вима Хоффа, остались здоровы Лабораторные тесты подтвердили, что даже после нескольких тренировок по методу Вима Хоффа Эти 12 человек уже могли влиять на свою вегетативную нервную систему Так данная способность получила научное подтверждение Сразу после начала тренировок у людей, использовавших МВХ, стал повышаться уровень адреналина Кроме того, у них выросла выработка противовоспалительного белка интерлейликина-10 IL-10, который синтезировался вместо воспалительных белков IL-6, интерлейкина-6 и интерлейкина-8 И факторов некроза опухоли И наоборот, у тех участников эксперимента, кто не тренировался по методу Вима Хоффа Уровень адреналина оставался низким, а противовоспалительный белок не вырабатывался Соответственно, вместо него синтезировались воспалительные белки В итоге, испытуемые, занимавшиеся по МВХ, продемонстрировали, что способны сознательно влиять на то, как их иммунитет и вегетативная нервная система реагируют на эндотоксин Самое главное, что мы знаем на сегодняшний день Метод Вима Хоффа доказал свою эффективность И им успешно пользуются множество людей по всему миру Метод может использовать каждый Медитация, дыхательные упражнения, холодные водные процедуры Способствует тому, что мы начинаем контролировать различные важные системы нашего организма В результате наши иммунные реакции выходят на более высокий уровень А наши физические возможности значительно расширяются Что и показало рекордное восхождение Хоффа и его группы на гору Калиманджар Но какие же биологические механизмы лежат в основе эффективности метода Вима Хоффа? Чтобы понять, как именно работают холодные водные процедуры Нам нужно выяснить, как функционируют наши температурные рецепторы И какие реакции запускаются в нашем организме Группа рецепторов, известных как каналы транзиторно-рецепторного потенциала ТРП-каналы регулируют и реагируют на множество различных внешних раздражителей Включая и изменение температуры И приводят в действие многочисленные процессы в нашем теле Каким образом рецепторы становятся более или менее чувствительными? Рецептор состоит из белка, называемого кислотно-чувствительным ионным каналом АСИС Если три таких белка формируют единый комплекс, то могут вызвать болевой импульс Величина этого импульса также зависит от уровня кислотности вашего организма Коэффициента Пи-Аш Когда коэффициент Пи-Аш является нормальным, 7,4 Активна лишь небольшая часть болевых рецепторов Если понижен, то боль усиливается И наоборот, при повышении Пи-Аш боль практически не ощущается Благодаря специальным дыхательным упражнениям Пи-Аш коэффициент Тима Хоффа Поднимается до значения 7,7 И болевые рецепторы теряют свою активность Если вы погрузите в холодную воду после выполнения данного упражнения То не почувствуете боли и не испытаете стресс Поскольку болевой центр мозга будет неактивен При этом температурные рецепторы продолжат работать Но не будут посылать мозгу сигналы о боли и страхе Рецепторы, ответственные за холодную температуру Будут приказывать телу сжигать бурый жир Что приведет к выделению большего количества калорий Кровообращение в эпидермисе в верхнем слое кожи Также будет замедлено Поэтому ваш организм будет терять меньше тепла Все эти процессы позволят температуре тела Оставаться на прежнем уровне Включение и выключение генов Важный процесс, происходящий в нашем организме Он регулируется специальными вилками Которые называются транскрипционными факторами Транскрипционный фактор В некотором роде переключатель ДМК У каждого человеческого гена Есть особый генетический код Определяемый с помощью конкретного Транскрипционного фактора Когда белок, отвечающий за этот фактор Связывается с кодом Запускается сложный процесс Преобразования информации Информация, содержащаяся в гене В белок, отвечающий за определенную функцию организма Так, один транскрипционный фактор регулирует сотни различных генов Активность или бездействие лишь одного из этих факторов Может повлиять на сотни разнообразных функций нашего тела Существующие гены, включающие или выключающиеся в ответ на определенные внешние условия Такие как социальный контакт, прием пищи, физические тренировки Поэтому в зависимости от того, занимаетесь вы спортом или просто лежите на диване Сигналы о нашем текущей деятельности постоянно посылаются нашим генам Из множества транскрипционных факторов Один представляет для нас особенный интерес Ядерный фактор КПВ Или просто НФКБ Он отвечает за целый ряд важных биологических процессов в нашем организме В том числе за работу иммунной системы и рост раковых клеток А поскольку воспалительный процесс, с которыми и борется иммунная система Лежат в основе многих заболеваний То фактор НФКБ играет определяющую роль при кратковременных и хронических воспалительных реакциях Как же все это связано с методом Вима-Хоф Хоф способен регулировать количество некоторых воспалительных белков в своем организме Другой важный элемент этой сложной системы Транскрипционный фактор Известный как ФАМФ Ответный элемент активирующего белка Или сокращенно КРЕП Который препятствует работе НФКБ Один из процессов, в котором фактор НФКБ проявляет себя лучше всего Это ответная реакция на эндотоксин Благодаря его действий уровень воспалительных белков возрастает Что выражается в повышении температуры и других симптомов ОРВИ Но когда инъекцию эндотоксина Вилихофа и участникам эксперимента Тренировавшимся по его методу Их организм продемонстрировал абсолютно противоположную реакцию Когда они начали выполнять дыхательные упражнения Их уровень адреналина моментально вырос Это активировало транскрипционный фактор КРЕП И сделал его доминирующим Поэтому количество воспалительных белков Контролируемым фактором НФКБ Осталось на прежнем низком уровне А количество противовоспалительных белков Из группы IL-10 Управляемым фактором КРЕП Наоборот вырос Поскольку белок IL-10 Также замедляет воспалительную реакцию Их организм оказался защищен сразу с двумя способами Но почему же транскрипционный фактор Должны быть сбалансированы? Многие заболевания напрямую связаны С действием транскрипционного фактора НФКБ Например К сильному росту активности НФКБ Приводит хронический стресс Таким образом Если вы сможете влиять на данный фактор То это благоприятно скажется На вашем здоровье У тех, кто часто медитирует После стресса вырабатывается гораздо меньше Воспалительного белка Который зависит от фактора НФКБ Таким образом Медитация Не просто духовная практика А сложный процесс Который может влиять на работу Клеток вашего организма И воздействовать на функцию ДНК Медитация Может оказать Сильное водействие На многие транскрипционные факторы Включая и НФКБ Вдобавок Она может изменить коэффициент PH Специальные дыхательные упражнения Вимахоффа Вполне можно назвать Особой формой медитации Поэтому они и оказывают Такое благотворное влияние На наш организм Теперь расскажу О некоторых распространенных заболеваниях И как упражнения по МБХ Помогли тем, кто страдал от них Вообще, кому можно рекомендовать метод Вимахофф? Сначала рассмотрим Как МБХ действует на организм Абсолютно здорового человека Вообще, здорового человека Сложно заставить начать принимать холодный душ В качестве профилактики Различных заболеваний Будучи здоровым Вы обычно даже не думаете о том Что в один прекрасный день Можете заболеть Но тем не менее Холодные водные процедуры Могут очень помочь и здоровому человеку Они дают возможность Насладиться каждым мгновением жизни А холодный душ Станет отличным началом дня Вы почувствуете себя Бодрым И полным энергией Сидение в ванне со льдом Ускоряет процесс удаления Из организма вредных веществ Кровеносные сосуды От этого сначала сужаются А когда вы выходите из ванны Ваше кровообращение Становится более активным Опыты, проведенные с целью Оценить влияние холодных ванн На физическое состояние спортсмена Показали, что мышцы Заметно укрепились на следующий день После принятия холодных ванн На следующий день после тренировок Спортсмены, принимавшие холодные ванны Испытывали меньшую боль в мышцах Чем те, кто предпочтел Пассивный отдых А как же метод действует на тех, кто Волен различными заболеваниями Вообще наше дыхание напрямую связано с работой Миллиардов клеток нашего организма То есть с возникновением различных болезней Так если у вас высокое давление То метод Вимахофа должен помочь и вам Вы можете начать с холодного душа Не торопитесь сразу залезать в ванну со льдом Депрессия У тех, кто страдает от нервных заболеваний Таких как хроническая депрессия Микроглиальные клетки мозга Все время находятся в состоянии Повышенной готовности Это по-настоящему катастрофическая ситуация Поскольку у микроглии Обычно не только защищают наш мозг Но и поддерживают ней нейронные связи Микроглиальные клетки Разрушают эти связи Или создают новые по мере необходимости Но не могут выполнять все функции одновременно Другими словами Если они активируются для защиты мозга То не могут в то же время поддерживать связи между нейронами Кроме того Из-за повышенной готовности Эти связи работают менее эффективно Микроглию можно сравнить с регулировщиком на перекрестке Который обеспечивает безопасное движение транспорта Если на него вдруг нападают стаи пчел То он начинает отмахиваться от них своим жезлом И возникает пробка Вот почему микроглия Иногда не выполняет свои прямые обязанности Занимаясь борьбой с вымышленными угрозами Следующий вопрос Могут ли дыхательные упражнения Холодные водные процедуры Можно помочь избавиться от депрессии В настоящее время Вимхофф работает с различными психиатрами Чтобы выяснить Какая методика окажется более эффективной Для лечения нервных расстройств Излишний вес В последнее время появляется все больше доказательств того Что излишний вес И различные воспаления тесно связаны То, что ожирение является воспалительным заболеванием Причем различные воспаления Играют в процессе набора веса Более важную роль Чем мы считали до этого Таким образом Если мы сможем контролировать воспаление То нам также удастся справиться И с излишним весом Когда вам холодно В нашем теле вырабатывается бурый жир Который может сжигаться быстро Соответственно, чем его больше Тем больше жира вы сможете сжечь А значит, тем сильнее похудеете В организме имеется несколько энергосистем Которые различными способами Предоставляют нам энергию Полученную из АТФ Это аденозина Трифосфата Когда его молекулы расщепляются Организм получает энергию Соответственно, когда нам требуются дополнительные силы Мы можем использовать пять хранилищ Дающие нам энергию пяти различных типов Жиры Глюкоза Аэробное расщепление Гликолиз Анаэробное расщепление Фосфат-креатин И чистый АТФ Все эти энергосистемы Постоянно работают сообща Но относительный вклад Каждая из них Постоянно меняется В зависимости от индивидуальных потребностей Организма в энергию Чем менее интенсивны нагрузки Которой мы себя подвергаем Тем больше низкокалорийных жиров Использует наш организм В качестве источника энергии Если нагрузки возрастают То начинается расходоваться чистый АТФ Энергия начинает выделяться Благодаря расщеплению Органических соединений Этот процесс может происходить При участии кислорода Аэробное расщепление Или окисление Либо без него Анаэробное расщепление Самое вместительное Хранилище энергии Это жиры И даже если у вас нет Ни грамма излишнего веса Запас жиров Предназначен для легких И продолжительных нагрузок Когда энергия расходуется медленно И постепенно Аэробное расщепление Но когда она необходима срочно То есть организму нужен чистый АТФ Аэробный процесс Оказывается слишком медленным И глюкоза расщепляется Без участия кислорода Эта химическая реакция Называется гликолизом Или анаэробным расщеплением И в процессе нее энергия Выделяется по-другому Фосфокреатин И чистый АТФ Обычно не используются Для выполнения повседневных дел Или легкой физической работы Глюкоза и гликоген Полученные в результате Анаэробного расщепления Дадут вам возможность Выдержать серьезные Нагрузки в течение часа Организм людей Страдающие от хронической усталости Состояние покоя В первую очередь Используют в качестве источника энергии Запасы глюкозы А не жира У людей Которые страдают от таких заболеваний Как эмоциональное выгорание Синдром хронической усталости Энергия используется так Словно они постоянно заняты Каким-то тяжелым физическим трудом Поэтому Даже когда им кажется Что они отдыхают Их организм продолжает вырабатывать Большое количество энергии Ее запасы Не пополняются вовремя И тело начинает Уставать Поскольку превращается В конвейер производства глюкозы Даже несмотря на то Что у таких людей Может и не быть Излишнего веса Уровень жира в их теле Достаточно высок Поскольку его запасы Перестают использовать Их организм продолжает Расщеплять глюкозу Даже ночью Поэтому они часто чувствуют себя Очень уставшими Уже с утра Наш организм определяет Что мы не отдыхаем И заняты какой-то деятельностью Благодаря ритму Нашего дыхания Уменьшение объема углекислого газа Повышает коэффициент pH Количество углекислого газа Сокращается Из-за слишком чистого Частого Или глубокого дыхания Дыхательные упражнения И возможность использования Бурого жира В качестве одного из источников энергии Определенно должны помочь людям Страдающим от хронической усталости И выгорания Такая проблема Как холодные руки и ноги Если вы начинаете принимать холодный душ То ваши руки и ноги Перестают казаться холодными на ощупь И это вполне логично Дело в том, что В ответ на воздействие холода Наше тело начинает вырабатывать тепло Как будто внутри нас включается термостат Даже по окончанию воздействия Например, в тот момент Когда вы включаете холодный душ То есть выключаете холодный душ Генерирование тепла Не прекращается И в заключение Предложу вам Месячную программу Дыхательных упражнений И холодных водных процедур Выполняйте каждый день Следующие дыхательные упражнения Глубоко вдохните А затем выдохните И начните дышать В таком ритме Который кажется вам Наиболее удобным Сделайте таким образом 30 дыхательных циклей В конце Выдохните весь воздух Затем снова глубоко вдохните И медленно выдохните А потом задержите дыхание Во время выполнения данного упражнения Старайтесь Глубоко вдыхать И медленно выдыхать Но без лишних усилий При этом не выдыхайте весь воздух Его небольшое количество Должно каждый раз Оставаться в легке Когда таким образом Вы сделаете 30 дыхательных циклов Задержите дыхание После последнего выдоха И сделайте паузу Пока вам не захочется Вдохнуть снова Повторяйте данное упражнение Пока не почувствуете Легкое головокружение Оцепенение И звон в ушах Если у вас каждый раз Будет получаться Задерживать дыхание Все дольше и дольше То это будет означать Что вы Все делаете правильно Холодный душ Сначала Как обычно Постойте под теплым душем Затем Пока еще Не включая горячую воду Не выключая Начните выполнять Специальные дыхательные упражнения Стоя под горячей водой Медленно вдохните И выдохните Повторите это несколько раз А потом выключите горячую воду Старайтесь продолжать дышать спокойно Постойте под холодной водой В течение одной минуты Через неделю Увеличьте до двух минут Еще через неделю до трех На четвертую неделю Постарайтесь поставить под ним Уже пять минут Желательно Не принимая до этого Теплый душ Кроме того Полезно раз в неделю Погружать ваши руки И ноги в лед Наполните ведро Холодной водой И добавьте кусочки Или кубики льда Погрузите руки В ведро с ледяной водой На две минуты Затем проделайте То же самое с ногами Чтобы вам было легче Оценить свой прогресс Предлагаю составить таблицу Ваших занятий Где вы будете ежедневно записывать Сколько времени вы повторили Потратили на прием холодного душа На дыхательные упражнения Так же как долго вы можете Задерживать дыхание Пример таблицы Вы найдете в текстовом конспекте Моего рассказа под видео Я искренне надеюсь Что мой рассказ И эта книга Поможет вам заново Открыть для себя Благотворное влияние холода И вы сможете понять К чему стремился Вим Хофф Когда пытался Выйти за рамки своих возможностей Думаю я смог Показать вам Что он постоянно хотел Добиться чего-то большего Чтобы достичь гармонии С души и телом Заряжая всех безграничным энтузиазмом Самыми теплыми И холодными пожеланиями Меня зовут Андрей Колесников Под видео вы найдете ссылку На данную электронную и аудиокниги Подписывайтесь на канал Поддерживайте их на канал Присылайте донаты Пишите, используйте Как вы используете этот метод До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok